Теплоснабжение К сожалению, что если мы с вами говорили в предыдущих долгах о десятках, затем сотнях миллионов рублей, то теперь мы вынуждены говорить о миллиардах. То есть вот эта группа потребителей, которая у нас чуть больше 10% в целом потребляет газа, имеет задолженность на сегодняшний день более полутора миллиардов рублей. На 1 декабря прошлого года мы имели более 1 миллиарда рублей. Задолженность значительно увеличивалась и, к сожалению, это вызывает, безусловно, у нас большую тревогу. Конечно, благодаря совместным действиям правительства Тульской области, компании «Газпром Межрегион Гастула» в 2012-2014 годах в значительной мере удалось нам стабилизировать ситуацию с оплатой потребленного природного газа теплоснабжающими предприятиями нашего региона, снизить риски их банкротства и прекращения бизнеса без погашения долгов за потребленный газ. Но, однако, долги, накопленные ранее недобросовестными предприятиями, выводившими средства из бизнеса и прекратившими работу на территории области в предыдущих отопительных периодах, остаются значительными. Они составляют у нас более 270 миллионов рублей. Это в составе вот этих полутора миллиардов. Также у нас, к сожалению, за прошедший отопительный сезон без погашения задолженности деятельность свернули пять предприятий. В Ленинском районе это ООО «Уют», ООО «Рождественская ПКХ», в Ясногорском районе – Ясногорские жилищно-коммунальные системы и ООО «Сельские котельные», в Венёвском районе – ООО «РСК Венёв». Суммарный долг этих предприятий, которые за последний отопительный сезон ушли, порядка 67 миллионов рублей. К сожалению, необходимо отметить, что из-за неконструктивной позиции или работы администрации района в Венёве до настоящего времени не удалось организовать надлежащую работу теплоснабжающего предприятия на территории этого района. В зоне риска у нас остаются коммунальные потребители Тёпло-Огарёвского, Каменского, Адоевского районов и посёлка Новогоровский. Неожиданно проблемным платильщиком стало крупнейшее теплоснабжающее предприятие города – ЗАО «ТУУ Теплосеть». После погашения долгов в июне 2014 года администрация предприятий в одностороннем порядке отказалась от ранее согласованного порядка расчётов и практически прекратила текущие платежи. На 1 декабря долги уже превысили 300 миллионов рублей, что в условиях отсутствия, конечно же, программы расчётов и дальнейшего нарастания задолженности может привести к сокращению поставок ресурсов предприятия. Продолжение следует...